Добрый день, уважаемые коллеги. Нам с вами предстоит поговорить про проблему инклюзивного образования. Лично меня эта проблема, наверное, касается больше со стороны инклюзивного преподавания. Я преподаю в Томском государственном университете. Серию дисциплин, так или иначе связанных с разработкой программного обеспечения операционной системы Unix, обработка естественного языка и прочее. Всем студентам рассказываю, что практически 20 лет уже не пользовались Microsoft Windows. Они, конечно, смотрят на меня как на динозавра. И, конечно, приходится решать множество проблем о том, как вообще организовать весь процесс преподавания. Лин, пожалуйста, второй слайд. Прежде всего несколько слов своего рода по метафизике инклюзивного образования. Вот я, конечно, обратил внимание, что многие мысли предыдущих докладчиков Николая Николаевича, они, конечно, очень близки ко всему тому, что, в принципе, мы наблюдаем, ко всему тому, с чем приходится сталкиваться. Мы сейчас поговорим про некоторые проблемы. Если, конечно, так вдуматься, проблемы достаточно серьезные, и в каком-то смысле они создают ощущение такой безнадежности, что ли, действительно, сфера такая специфическая. Но все же я хотел бы сказать, что все не так плохо. И если даже подумать о том, почему все не так плохо, то тут срабатывает какой-то такой хитрый механизм такого чего-то высшего в образовании. То есть если есть что-то, что вы можете рассказать студентам, какой-то вашей аудитории, вот как-то так получается, что способ найдется. Естественно, сейчас будет целая куча проблем, мы о них поговорим. Но если есть что-то такое, что вы хотите сообщить, есть какой-то контакт, все остальное, как выясняется, можно решить. Одна из ключевых проблем, с которой мы еще сталкиваемся, пытаясь распространить имеющийся опыт на проблемы инклюзивного образования детей, связана с тем, что, к сожалению, педагоги и программисты — это разные люди. Вот сегодня эта мысль точно ясно звучала. Эти люди, мягко говоря, они разговаривают на разных языках, ну и плюс еще, конечно, не всегда понимают потребности друг к другу. Даже если педагоги, если им задать вопрос, что вот не так, даже объяснить не могут. Вот это вот надо так. Естественно, одна из самых распространенных причин, один из самых распространенных ответов, как надо сделать, ну вот как там в Microsoft и Windows было, значит, и так далее. Одному незрячему мальчику мы предложили поработать с Raspberry Pi, сейчас мы еще будем про это говорить. Значит, когда мы задали ему вопрос, вот что вот с ним не так, он не захотел работать, что не так. А вот у меня все друзья вот оперу ставят на Windows, я вот хочу, чтобы на мой компьютер тоже установлен. Вот как вот в таких вот условиях поддерживать диалог. Ну и точно так же, конечно, со стороны программистов. То есть программисты готовы сделать там какой-то продукт, а потом еще надо обкатывать документацию, писать и все прочее. Делать это трудно, на основные задачи времени хватает мало и так далее. Что хочется сказать про вообще такие проблемы? Номер один в инклюзивном образовании, это, конечно, не инструменты, не программное обеспечение, это материалы. Учиться нужно по учебникам, должны быть какие-то материалы, над ними надо работать, их нужно уметь разрабатывать, их нужно как-то читать. То есть все, что мы говорим про программное обеспечение, это, собственно, инструментарий для работы с этими материалами, но в центре находится именно контент. Вот эту мысль с какого-то момента мы стали понимать очень хорошо. В принципе, Windows, Linux, любое другое устройство, Raspberry Pi, телефон, по большому счету, неважно. Нам нужны учебники, нам нужен инструментарий, который позволяет с этим работать. Это проблема номер два, наверное, будем называть. Следующая проблема, которая сильно затрудняет инклюзивное образование, она должна быть непрерывным. Чисто гипотетически вы берете ученика в девятом классе, или даже уже в УЗИ, создаете ему какие-то идеальные условия с какими-то такими универсальными идеальными средствами и говорите, а ну, давай будем учиться. Если у него в предыдущей практике опыта не было инклюзивного обучения, ничего не получится. То есть фактически, если есть какие-то ограничения, если есть потребность в инклюзивном обучении, то этот процесс должен быть непрерывным, начинаться как можно раньше, чуть ли, может быть, там не с начальной школы, может быть, даже еще раньше. Это, конечно, требует задействования педагогов, дефектологов, с ними можно работать, ну, как с ними надо обязательно работать. Другое дело, что вот непонятно. Вот этот вот барьер языковой между педагогами и программистами, он колоссальный. Это одна из больших проблем. Плюс, как опять же сегодня уже говорили, педагоги очень сильно связаны. Их очень сильно волнует. Можно, нельзя, а что будет, если это все-таки сделаем. И это сильно ограничивает весь спектр тех инструментов, которые можно применять. Ну, и я здесь не буду рассматривать вопросы экономики разработки подобного программного обеспечения. Но программное обеспечение, даже если оно свободное, оно все-таки не бесплатное. Его надо как-то разрабатывать, опять же, его надо сопровождать. Опять же, разработать можно, сопровождение будет требовать огромных ресурсов. Экономика в инклюзивной сфере абсолютно никакая. Практически экономической модели нет. Я не думаю, что она сейчас в обозримом будущем появится. Надо просто смириться, что денег здесь нет. Детей учить нужно, работать как-то нужно, но денег нет. Если, конечно, можно тут что-то как-то поменять, это было бы очень хорошо, но все достаточно сложно. Лен, пожалуйста, третий слайд. Теперь все-таки про технические конкретные средства, которыми можно пользоваться, которые хорошо себя показали. Прежде всего, самое первое, это очевидная вещь, для многих очевидная, это тех. Тех со всей своей природой, связанный с тем, что все входные файлы готовятся в текстовом виде, это, конечно, безупречная история для инклюзивного обзывания. Чем меньше попыток будет предприниматься этот опыт пересмотреть, тем 100% лучше. Ну, нет смысла сейчас гадать над тем, хорошо это или плохо, просто потому, что альтернатив нет. Если вы посмотрите, чем можно было бы этот опыт заменить, практически ничем. Но тут появляется целая серия проблем. Среднего научного сотрудника в техе трудно заставить работать, а уж ребенку-то вообще почти никак. У нас появляется проблема разработки специального дополнительного инструментария, который позволяет работать с документами, с теховскими документами, но в каких-то таких условиях, которые максимально приближены к тому, к чему люди привыкли. Это, естественно, поддержка правописания. Это все должно быть проверять, должна быть проверка русского языка. Скрипты должны быть обязательно. что-нибудь там заскриптовать и так далее. Это вообще, как известно, милое дело. Плюс, естественно, поддержка кроссплатформенности. Сам по себе тех кроссплатформенный. Естественно, если какая-то оболочка для работы с ним будет привязана к конкретной операционной системе, ну, как-то это не очень интересно получается. Совсем не интересно. Такую работу мы ведем. У нас есть платформа невизуальных приложений, которую мы называем Lurane. Lurane такая оболочка поверх виртуальной машины Java. Там и поддержку правописания втянули, и скриптовую логику на Graal.vm втянули. Все это, конечно, пока еще в сыром виде, к сожалению, потому что все идет очень медленно, целая куча проблем. Но, тем не менее, эта работа продолжает. Свои презентации для лекций я делаю именно в оболочке Lurane с использованием тех. Ну, естественно, там свою тропинку проходить всегда намного приятнее. Конечно, там все заключены проблемы, но я делаю это быстро. Получился делать. Естественно, у меня, конечно, есть большое желание научиться этот опыт тиражирования. Но будем надеяться, что когда-нибудь мы дойдем до того момента, когда такой опыт можно будет тиражировать. Чем тех плохо? Тех плохо тем, что очень хорошо работает передача материала, условно говоря, от незрячего к зрячему. Но когда мы получили уже выходные материалы в формате PDF, допустим, они снова становятся недоступными. То есть между незрячими, конечно, надо обмениваться материалами именно в формате исходников. Про эту простую вещь многие, к сожалению, забывают и потом жалуются. Ну, тут, собственно, как договориться. Во всем остальном, это достаточно простая вещь. Я не думаю, что перспективы тех и здесь для кого-то являются большим оригинальным открытием. Это действительно очевидно. И заменить этим, заменить, как я уже сказал, уже трудно. Может быть, какие-то облачные офисные пакеты можно подтянуть с Яндекс документом, я не знаю, еще что-нибудь. Но то, что уже было проверено и хорошо работает, это вот оно. Ян, будь добра, пожалуйста. Росбери Пай. Вот здесь вот на столике я привез с собой комплект. Там маленькая клавиатурка, колоночка и Росбери Пай работают. Каждый, кому интересно, может подойти, пощелкать, потыкать. Значит, там, опять же, загружена наша оболочка, Lurane. Там, в числе прочего, есть материал учебника. Про учебники я сейчас еще расскажу. Вещь тоже, наверное, не претендует на большое изобретение, но я хотел бы обратить на это внимание. В частности, в Томске мы затеяли эксперимент, к сожалению, пока еще неудачный, наверное. Значит, мы закупили три таких комплекта и передали их в интернет. В интернет для незрачных детей в Томске. Поразительно, но не пользуется. Когда мы показываем, как оно на деле, вам нравится? Да, нравится. А почему не пользуется? Ну, знаете, как-то непонятно, что-то непривычно. Я говорю, ну, тут же все очень просто. Ну, нам бы вот, чтобы какой-нибудь дяденька бы приходил бы к нам, значит, нас бы учил бы прямо ежедневно нам бы показывал. Ну, то есть, фактически, это работа педагогов. К сожалению, мы часто ездить в интернет не можем. Ну, то есть, с нашей общей загрузкой и прочее, мы не можем появляться в интернете чаще, чем, в два раза в месяц. А этого очень мало. То есть, фактически, даже мы уже подготовили какую-то почву, вот уже, вот все, давайте, давайте, вот сейчас вот оно пойдет, и вот между нашими приездами не происходит ничего. То есть, мы, опять же, возвращаемся к той самой проблеме. Но в целом, в целом, значит, перспективы достаточно, конечно, хорошие. Прежде всего, цена. То есть, условно говоря, один комплект стоит 10 тысяч рублей. Я сам без такого компьютера уже обойтись не могу. Он у меня под рукой работает круглосуточно. Ну, как угодно случайно, неделями, без всяких перезагрузок. Все задачи я на него какие-то сваливаю. Молчу про элементарные вещи, прослушивание книг и прочее. То есть, штука потрясающая. Сам по себе даже корпус. Можно ронять, ничего механического бьющегося нет. Что бы там ребенок с этим устройством ни сделал, с ним ничего не произойдет. Плюс в школах еще есть, конечно, проблема с тем, что если в кабинете информатики есть какие-нибудь компьютеры, доступ к ним всегда очень-очень ограниченный. Пришел ребенок, значит, сел, посмотрел под присмотром учителя информатики. Ребенок что-нибудь сделает не так, учителя же информатики убьют за это. Поэтому возможность дать своего рода индивидуальное рабочее место, компактное, в принципе, должна многое решать. И, наверное, я думаю, что решит, если мы научимся решать эту проблему с педагогами. То есть, если сначала все-таки будет какой-то педагог, который будет с детьми заниматься. Ну, это, в общем, одна из тех проблем, которую действительно надо научиться решать. Для самого учителя информатики, конечно, тут абсолютно прекрасная история, что это очень легко администрировать. Образы на флешку заливаются, и все. Ребенок что-то разломал, вообще не проблема. Значит, вытаскиваем флешку, снова перезаливаем, и снова идет работа. То есть, в принципе, это куда дешевле и проще, чем настраивать работу каких-то обычных компьютеров. В общем, это то, что касается самих устройств. И тут надо еще, конечно, помнить, что у нас, в принципе, очень большой потенциал развития. То есть, на этом устройстве, конечно, тех работает. Можно подготавливать огромное количество приложений по обучению программирования. Росбери Пай все работает. И Python, Java, C++. Плюс, в принципе, безграничный простор расширения преподавательской практики. То есть, был бы какой-то опыт построения этой практики. Яна, будь добра, пожалуйста, это стоит. Что касается учебников. Как мы уже сегодня поговорили, нам нужны учебники. У нас есть тоже, опять же, классическая история, про которую уже много говорилось. Это международный формат Daisy. Формат аудиокниг, в котором аудиодорожка снабжена текстом. Опять же, на столике можно посмотреть, как выглядит аудиокнига в формате Daisy и так далее. Над разработкой аудиокниг в формате Daisy мы занимаемся совместно с издательством Директ Медиа. И директор издательства Константин Николаевич Костюк крайне небезразлично относится вообще к проблеме инклюзивного образования. И, в частности, мы можем похвастаться тем, что сделали полностью адаптированный легальный учебник для школ в формате Daisy. Естественно, мы используем сейчас коммерческие синтезаторы речи. Наверное, в каком-то смысле Америку не открыли, но, как ни странно, при общей несложности этого процесса этим практически никто не занимался. То есть я не буду говорить… Этот учебник не Директ Медиа. Мы просто выступили исполнительными работами, нам его заказали со стороны. Я не буду говорить, какое издательство нам его заказало, потому что это все-таки там их внутренние коммерческие дела. Но такой учебник существует. Он точно так же на столике присутствует. Можно посмотреть, какого качества получилось. Процесс трудоемкий. Несмотря на то, что у нас там коммерческие синтезаторы пруду в гору, там уже Яндекс, Тиньково и так далее, там тьма работа по очистке исходного материала, рубрикации. Что там еще может быть? Естественно, нотирование текста, куча сокращений, ударения, в общем, рак. Тем не менее, мы колемся, но эту работу продолжаем, потому что есть какие-то определенные, наверное, перспективы. Честно говорю, что этот учебник пока до школы не дошел. Он не так давно появился. И в школах, в принципе, работа с форматом Daisy поддерживает, нам нравится, но у нас в России целая куча законодательных ограничений по работе с форматом Daisy. То есть он не является у нас утвержденным инструментом передачи материалов для незрячих детей. А и самое главное, что в России нельзя произвести адаптацию учебника без разрешения правообладателя. Сколько тут закончилось разных попыток что-то исправить, значит, вообще подсчитать невозможно. Пока само издательство не скажет, что да, я разрешаю произвести такую работу, значит, ничего там не произойдет. Ну, а то так еще и засудят. То есть если вы сделаете это что-нибудь там с каким-нибудь крупным издательством, тут одно издательство сегодня уже упоминали, которое везде присутствует, вот, ну, как сказать, наверное, вас накажут. А вы сделали вроде бы доброе дело, да, вот так вот детям там помогли. Нельзя. Нельзя. То есть не то, что совместно с Директ Медиа мы смогли такую работу провести, я считаю, это достаточно хороший результат. Будем надеяться, что это все будет развиваться. Тут, в частности, есть огромное приложение для разного рода академических исследований, потому что работа над такими аудиокнигами требует массы технологий по обработке естественного языка. Тут безграничное приложение для нейросетей, все трансформеры, VRT, Word2Vec, здесь все применяются. Нам пришлось немало времени потратить просто на то, чтобы приладить пару нейросетей для того, чтобы этот текст очищать как-то более-менее эффективно. Ну, в подробности тут не буду вдаваться, это длинная история. Так или иначе, можно. Так, Лен, и шестой слайд, пожалуйста. И еще отдельная тема, я на ней очень косвенно остановлюсь, то, что касается работ утилит экранного доступа в Linux. Вы уже обратили внимание, что мы, как всегда, пошли своим путем, делаем свою оболочку Lurane. Она, конечно, очень сильно не похожа на привычный интерфейс. Другое дело, что она работает, это я сам ей пользуюсь. Она во многих чертах проще, но, значит, всегда есть определенный запрос направлен на то, что мы хотим, чтобы интерфейс был как у всех. Значит, о том, чтобы мы могли писать текст в обычных текстовом редакторе, в Linux. Хотите, это может быть, в каком-то даже офисном пакете отечественного производства, хорошо, там, вот импорт и замещение, у нас есть отечественные сейчас офисные пакеты, я думаю, все знаете, кто они такие. Там есть проблема с тем, что незрячим людям они практически недоступны. Противоположное мне пока было неизвестно. Что нужно сделать, то есть, почему эта проблема вот существует, почему нам пришлось даже пойти своим собственным путем. Значит, для того, чтобы вообще какие-то экранные приложения, ну, такие вот прям настольные, с мышками, кнопками, менюшками, списками, могли читаться в каком-то виде доступном для незрячего человека, там запускается специальный компонент. Его принято называть IT-SPI. Он есть, он есть и в Сизифе исторически, и его нынешняя архитектура связана с большим количеством ограничений. Эти ограничения преодолеть пока что не удается, но самое главное, надо честно признаться, никто не пытается преодолеть эти ограничения, и на этом много стопорится. Таких ограничений здесь в принципе два. У нас есть проблемы с тем, что… Михаил, прошу прощения, время заканчивается. Все, вопросы еще. Значит, приложения и IT-SPI работают в разных процессах, надо их соприкать. Там все это делается через дебас, это медленно, и абсолютно устаревшие интерфейсы. Эти интерфейсы о том, какие типы элементов управления могут быть шиты жестко, и опять же, никакого образовательного приложения вы там не сделаете. Эту работу, конечно, хочется как-то переорганизовать, запустить, нужна какая-то общественная поддержка, какое-то обсуждение, ничего этого нет. В этом, конечно, много чего останавливается. Все, коллеги, я, собственно, и закончил. Спасибо большое. Любые вопросы. Так, один вопрос, давайте. У меня вопрос, просьба, как бы совета. Я, когда переводил инклюзивное образование вот у нас в школе, у меня сталкивался с такой проблемой. В обучении было тогда на Microsoft Office, это было вот год-два назад, прямо напрямую с этим столкнулся, что вот в Microsoft Office все инклюзивно, там есть и чтение текста, и какой-то, я просто в этом не разбираюсь, поэтому вот я говорю то, что я помню. Но я говорил, что все это, в принципе, скорее всего, есть, но точно я ответить не мог. Вот я хотел бы у вас спросить совета. Если вы исследовали вариант с Microsoft Office и со свободным программом с печеньем, что может заменить функции Microsoft Office в инклюзивном? Что можно посоветовать моей инклюзии в школе, условно? Так, все-таки, что вы хотите сделать? Вам нужен текстовый редакт. Ну, всякое вот это чтение текста, в любой момент прочитать, выделить что-то и сразу же прочитать. Какие-то инструменты вы используете для этого, чтобы заменить это дело? Мы работаем над собственным инструментарием, который направлен именно на это. Готового вот прямо мало. Есть, конечно, Gnome, есть Orca, который работает поверх Tspy. Лично мне кажется, что практически пользы от этого не очень много. Спасибо. Назовер в кулуар. Пожалуйста. Такой вопрос. А пытались ли вы использовать веб-технологии? Потому что вроде как разработчики браузеров, разработчики стандартов двигаются вот к accessibility и готовят вот эту именно веб-историю. То есть, как бы именно в вебе вот это все делать, и там, наверное, будет проще. Но над вебом работаем, сто процентов работаем. В том числе и пытаемся, предпринимаем попытки разработать дополнительный насовой браузер, который поверх веб-кита работает, читает. Но с вебом все равно не совсем все просто. Для того, чтобы веб-страницы были доступны, их надо очень правильно писать. Очень правильно. То есть нельзя думать, что все, что сделано в вебе, сразу по определению доступны. Это категорически. то есть если писать правильно и так далее, да, там есть определенный потенциал, плюс кроссплатформенность сразу преследуется. Что-то там можно решить. Сможете ли вы там прямо сделать крутой там даже текстовый редактор, там какой-то плеер, который будет конкурировать по удобству с традиционными инструментами. Не знаю, но что-то можно. То есть для каких-то применений. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Михаил. Все, все, спасибо.